Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Сила государства в регионах. В Могилевской области прошел семинар для руководителей районных и городских исполкомов. Доводите информацию о тех новациях в законодательстве, которые председатель должен использовать в своей работе. Когда начнется подготовка к пассивной? Больше никакой счет справки. В Беларуси вступили в силу новые правила купли-продажи поддержанных авто. Теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса. Что еще нужно учесть? Век связи. Бобруйской телефонной сети исполнилось 115. Когда пришла цифровая связь, все это прошло через меня. Какой сегодня сервисный центр Белтелеком? А также рабочий визит, овсяное молоко и социальные гарантии. В стране увеличится пособие по уходу за ребенком до трех лет. Насколько? Президент направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. Обе страны наши торговые партнеры. Дипломатические отношения мы поддерживаем более 20 лет. Причем с Эмиратами нас связывают проекты прямо в центре столицы. Открытость белорусской экономики и личные контакты стали хорошим сигналом для инвесторов. Что касается Зимбабве, Юг Африки по-прежнему интересует белорусов как новый рынок, который открывают и другие государства континента. В первую очередь для крупного машиностроения и продовольствия. Ставка на импортозамещение. В Могилевской области прошел семинар для председателей районных и городских исполкомов. Руководители обсудили изменения в законах, пенсии, налоги, строительство, ЖКХ, АПК и кадровый потенциал. Как сработала производственная сфера, расскажет Татьяна Горбач. Власть должна честно и откровенно решать вопросы людей, ведь она служит народу и для него работает. Об этом заявляет глава администрации президента на выездном семинаре-практикуме для председателей рай и горисполкомов Могилевской области. Такие совещания уже традиционные. Здесь дают оценку социально-экономическому развитию региона за прошлый год и ставят задачи на будущий. В процессе проведения совещания доводится информация о тех новациях в законодательстве, которые председатели должны использовать в своей работе. Требования по подбору кадров, по формированию резерва на должности, включенные в реестр главы государства, областные реестры, вопросы информационной работы. В фокусе внимания и эффективные методы системы госуправления в современных условиях, а также роль руководителей в ее повышении. В качестве спикеров выступают специалисты обл. исполкома, ученые НАН, преподаватели Белорусской сельхозакадемии и общества знания. В числе приглашенных – председатель Совета Республики и глава ЦИК. Руководители между собой общаются, находят новые интересные темы для себя. Второе – делятся теми наработками, теми новинками, которые они сегодня внедряют у себя на своих рабочих местах. И я уверен, что именно те знания, которые мы получаем, хоть за это короткое время, они, конечно, пойдут и на пользу, и для каждого из нас определенный толчок для того, чтобы применить эти знания на своих рабочих местах. Обсуждают здесь и вопросы производственной сферы – ставка на увеличение объемов, расширение географии поставок и, конечно, импортозамещение. За 2022-й экспорт предприятий области – свыше 6 миллиардов рублей. 110 миллионов вложены в социально-экономическое развитие региона. Но на этом никто не останавливается. Руководителям ставят задачу – в своем районе реализовать как минимум по одному инвестиционному промышленному проекту. Здесь не только мы получаем теоретические знания, но и практические знания. Это дает нам общение с нашими коллегами и по тем моментам, которые у нас возникают. И это идет обсуждение и дискуссии по любым темам. Не обходят стороной вопросы АПК и подготовки региона к посевной. А она не за горами. В прошлом году аграрии Приднепровья сработали на отлично. Вклад области в республиканский каравай – миллион триста тысяч тонн. В 2023-м нужно задать планку не ниже. Именно поэтому уже сейчас самое время решать проблемы с семенами, удобрениями, ремонтом сельхозтехники и покупкой новых агромашин. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Как оформить сделку? В Беларуси вступили в силу новое правило купли-продажи БУ автомобилей. Изменения направлены на защиту белорусов от недобросовестных продавцов. Упразднены счет справки. Раньше эту схему использовали, чтобы избавиться от машины побыстрее, без переоформления на собственника. Теперь же договор заключается в письменной форме. Необходим и акт передачи транспорта, который на момент продажи должен быть снят с учета. Договоры, заключаемые между физическими лицами, как и раньше подлежат в регистрации подразделениях госавтоинспекции. Однако теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса. В самих договорах купли-продажи должны быть указаны сведения об отсутствии ограничений и запретов. Расчеты наличными разрешены только между физлицами. Сделки, где хотя бы одна из сторон ИП или юрлицов, в ГАИ больше не регистрируются. Совместные учения, социальный бонус и пищевой принтер. В стране начнут производить овсяное молоко и вегетарианскую колбасу. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Авиация Беларуси и России отрабатывает на учениях подавление ПВО и удары по противнику. Действия носят комплексный характер. Они позволят определить способность командиров управлять подразделениями в разных условиях и выполнять задачи в установленные сроки. Проводится воздушная разведка и управление экипажами многоцелевых истребителей. В Беларуси увеличат размер пособий по уходу за детьми до трех лет. Прибавка 9%. На первого малыша – 605 рублей. На второго и последующих – 692. На ребенка-инвалида – 779. Перерасчет, напомним, делается раз в квартал. С 1 февраля и с 1 августа. На эти цели в бюджете предусмотрено 2 миллиарда рублей. В стране в этом году начнут выпускать вегетарианскую колбасу и овсяное молоко. На бабушкиной крынке уже прошла выработка опытной партии. Разработан дизайн упаковки. Также проводятся маркетинговые исследования, оценка рынка и подбор производителей для аналогов мясной продукции. Совсем скоро новые товары появятся на полках магазинов. Все шесть белорусских претенденток на полет к МКС успешно прошли медкомиссию. Если ничего не изменится, отправка должна состояться этой осенью. Отбор на место в экипаже среди наших космонавтов начался в июне прошлого года. Всего Национальная академия наук предложила 29 кандидатов. Выставку «Беларусь интеллектуальная» дополнили новыми экспонатами. В Белэкспо их представлено свыше 400. Среди них крупногабаритная техника, макеты и мультимедийные презентации. В течение трех дней несколько тысяч посетителей ознакомились с отечественными научно-техническими разработками. Из-за большого интереса работу площадки продлили на неделю. Надежная защита от инфекции. В стране изменили тактику вакцинации против COVID-19. Бустерная прививка разрешена детям и подросткам с 5 до 17. Проводится процедура каждые полгода. Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа. Интервал в две недели следует соблюдать, если это прописано в инструкции. Причем не играет роли, какой тип препарата применялся в прошлый раз. Если у вас после основного курса вакцинации прошло полгода и более, вы можете обратиться в свою территориальную поликлинику для получения бустерной вакцинации. Основным курсом у нас привито более 70% нашего населения города. Тем временем Минздрав намерен зарегистрировать белорусскую вакцину против COVID-19 с концу года. Прототип препарата уже опробирован на экспериментальных животных. Результаты показали – лекарство безопасно и эффективно. Сейчас ведется наработка опытно-промышленных партий, когда лабораторная технология переносится на производство. После пройдут доклинические исследования. В Абруйской телефонной сети 115 лет. За век технологии значительно шагнули вперед. Интерактивное телевидение зала, интернет-байфлай и пакет ясно. Эти бренды знают буквально все жители города. Набирает обороты и услуга видеоконтроль. О тех, кто обеспечивает бесперебойную связь – Ольга Васенда. Бабруйская телефонная сеть начинает свою историю в 1908-м. Тогда в городе было всего 36 абонентов. Просвет наступил спустя 12 лет, когда в доме на перекрестке Карла Маркса и Чангарской смонтировали телефонную станцию настенного типа. С тех пор технологии значительно шагнули вперед. Сегодня сервисный центр «Белтелекум» обслуживает 220 тысяч пользователей. Эта аппаратура была сманчирована моими руками. Это была заря цифровой связи еще. Валерий Соковец вспоминает, как зарождался Бабруйский узел электросвязи. Трудовой стаж в отрасли – 41 год в должности главного инженера. Ветеран, как сейчас, помнит, как тогда все развивалось. До нулевых, говорит, в основном были телефонная связь и проводное вещание. Узел связи тогда не здесь размещался, а на Чангарской. И нам пришлось пережить период переноса со старого здания в это новое здание, в это оборудование. А оборудование было очень тяжелым. Это работали мы сутками. Я чувствую сознательную жизнь. Вот это вот, начиная от того монтажа и до разборки этого оборудования, когда прошла цифровая связь, все это прошло через меня. Интернет «Бэйфлай», интерактивное телевидение, зала, пакеты услуг ясно. Эти бренды знают практически все жители нашего города. Набирает обороты видеоконтроль. Если говорить о перспективах, компания планирует обслуживать и несколько заправок для подзарядки электромобилей. Сегодня в коллектив «Бабруйский узел» составляет 209 человек. И самая ценность – это наши ветераны. Ветераны у нас в организации числятся более 250 человек. Для того, чтобы обслуживать их клиентов, абонентов, «Бабруйский узел» эксплуатирует широкую сеть и станционного оборудования. 115 лет «Бабруйский узел» электросвязи торжественно отмечает в областном театре имени Дунина Мартинкевича. В адрес специалистов звучат многочисленные поздравления, цветы, грамоты и благодарности от глав администрации и руководства Белтелекома. В этот день все внимание тем, кто обеспечивает связь 24 на 7. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»